Друзья, всем привет! Добро пожаловать на второй выпуск самого умного комментатора АНБА. И сегодня у нас такой подраздел старичков, людей, с которыми я начинал комментировать вместе, наверное, года с 20-го, а то и с 19-го. И, соответственно, гости. Алексей Лугунов, Илья Скроходов и Сергей Хомяков. И сегодня они в ожесточенной борьбе в течение, там, 50 минут постараются определить, кто же из них умнее оказался сегодня. Давайте поприветствуем наших подписчиков, дорогих. Илюх? Привет! Привет! Не, ну я помахал уже в целом. Меня видно было. Теперь слышно еще. Все, да. Отлично. Проверка связи прошла успешно. Лег, здорово. Как дела? Всем привет! Салют, салют, салют. Все супер. Ну и Серега, блудный сын НХЛ, да? Интересно, какая у него будет тема, да, в последнем раунде. Очень интересно. Да, да. Интрига. Да. Соответственно, друзья, перед началом вообще всего этого действия обязательно поставьте лайк. Это очень сильно бустит наш канал. Если этот формат вам по душе, то обязательно отпишите что-нибудь в комментариях. Нам будет невероятно приятно. Поэтому наливайте чаек, супчик, там, заказывайте какую-нибудь лавку. Яндекс. Лавку. Можете меня набрать по поводу рекламы, кстати. Самокат может набрать по поводу рекламы. И, собственно говоря, проводите время прекрасно. Весь с нами первый раунд. Поехали. Соответственно, друзья, в первом раунде у нас будет пять вопросов, в результате которых мы определим, кто будет отвечать первым, кто будет отвечать вторым, и кто третьим во втором раунде, который является, наверное, самым важным. Будет задано пять вопросов, четыре варианта ответа. Ну и ребята будут на леске, на телефонах показывать свои варианты. В первом выпуске такое не случилось, к сожалению. Но я думаю, что мы там на монтаже что-то подделали. Так что давайте. Первый вопрос. Кто из этих игроков был в первой символической сборной по итогам сезона NBA хоть один раз? То есть All-NBA First Team. Первый вариант. Рэй Аллен. Второй. Гарри Пейтон. Третий. Крис Бош. Четвертый. Винс Картер. Что, готовы? 3-2-1. Показывайте свои варианты. Ну и можете их, собственно говоря, озвучить. Я показал. Блин, тут я... Лех, давай, какой у тебя? Есть вариант. Я написал Гарри Пейтон. Ага. Просто чисто методом стичкой. Серега? Да, у меня тоже Гарри Пейтон. И Люха? У меня вариант 3. Просто потому что ничего не помню. Соответственно, двое отрывается сейчас. Да, Гарри Пейтон действительно даже не один раз, по-моему, два или три раза бы подал в NBA первую команду. Но я бы, наверное, сам закосячил на Рэй Аллене на самом деле. Это я за себя просто скажу. Ну, он просто был в прайме, когда он в бакс, я думаю, может, первый бы даже попадал. Ну, а ты же знаешь, что раньше был в оппозициях, и тогда Коби был там, и на Востоке были ребята тоже. Я просто признался, что я могу быть тупым, да, потому что я создал этот вопрос, так что... А ты решил, что меня еще поддошить, что ли, дальше? Давай, вопрос номер 2. Давай, давай, погнали. Да, давайте, давайте поболеем, чтобы Алексей не ответил на него правильно. Вопрос номер 2. Кто из этих игроков никогда не выигрывал Слэмданк Контест? Первый Коби Брайан, второй Джош Смит, третий Спад Уэб, четвертый Клайд Дрекслер. Показывайте, давайте. А, показывай уже? Давай, да, показывай. Ну, ты все равно не видишь камеру. Давай, первый Коби, второй Джош Смит, третий Спад Уэб, четвертый Клайд Дрекслер. Чувствую 2-2-0 просто. А, надо цифры писать было, а я фамилию и имена писал. Ну, ничего страшного. Не, я думаю, что разница нет. Ладно разобраться. Ну, да. Лех, картинки же... Илюх, показал? Ты что, пишешь? Илюх, показал свой вариант? Да, я прослушал. Ну, в целом, я думаю, правильно. А может и нет. Первый Коби, второй Джош Смит, третий Спад Уэб, четвертый Клайд Дрекслер. Уже поздно я показал циферку. Все, давай, озвучивай ее. Один. Неправильно. 97-й год. База. Илюх? Ой, Лех. Клайд Дрекслер? Да, и Серега? И у меня тоже. 2-2-0. Погнали. Нормально. Хорошее начало. Я знаю, кто будет отвечать последним, мне кажется. Вопрос номер три. Но это не страшно. Это не страшно. Какая из этих франшиз никогда не попадала в финалы NBA? Слушайте внимательно. Первый Мемфис Гризлис. Второй Феникс Санс. Третий вариант. Орландо Мэджик. Четвертая Индиана Пейсерс. Пять секунд. Это должен знать каждый комментатор. Три, два, один. Показывать вариант. И озвучивает пусть первый Серега. Четыре. Ну, я знаю, насчет здесь байт. Угу. Индиана. Илёха. Я, может, попался на байт, но я один написал в целом. И мне не стыдно. Да, илёха один. Я тоже написал Мемфис. Я не помню, как в Ванкувер выходил в финал, честно говоря. Нет, Мемфис не выходил в финал. Индиана, конечно же, выходила. Это, соответственно, Мемфис Гризлис. Ну, Феникс мы вообще помним. Орландо это с Дуайтом там было. А может быть, кстати, еще и до этого. Я точно не помню просто. Уже. Ну, мне кажется, один раз. Первый есть. Да, да. Один, два, три. Нормальная причина, почему я не комментирую НБА. Ну, как можно забыть Индиану? Как это? Вопрос номер четыре. Кто из этих игроков хотя бы раз ездил на матч всех звезд NBA? О, Господь ненавижу. Ладно. Да. Давайте первый вариант. Макси Бокс. Второй. Джефф Тик. Третий. Заза Пачулия. Четвертый. Дражин Петрович. Хотя бы раз ездил, да? Хотя бы раз ездил. Да. Ладно, я... Ладно. Пока она серьезных щас. 3-2-1. Показываем варианты. Камера. Да, я уже показывал. Ну, давай еще раз покажу. Все, да. Серега показал. Я готов. Давай. Я уверен, что... Я уверен, кто это. Давай, кто? Это Джефф Тик. Я за два. Джефф Тик, это два? У вас правильный. Да, да, да. У вас правильный. И Серега, что показал ты? Джефф Тик. Джефф Тик отразами третий. Нет, третий Заза Почули. А, блин. Ну, конечно, Джефф Тик в шестнадцатом же году, когда... Ну, ты показал три? Ты уже показал три. Ну, показал Тикру три, да. Но я тоже Тика хотел ответить. 4-2-2, у нас Леха точно отвечает первым. Серега у нас отвечает, что это Заза Почули, и это, конечно же, неправильный ответ. Вопрос номер пять. Кого из ниже... Да Зазу хорош, Серег. Кого из ниже перечисленных игроков выбрали на драфте NBA? Вопрос довольно легкий, но тем не менее. Первый. Данкан Робинсон. Второй. Джордан Вора. Третий. Кендрик Нан. А четвертый. Ти Джей МакКоннелл. Вариант ответа. Давайте, пока вы пишете и думаете, хотя там думать особо нечего. Первый. Данкан Робинсон, второй Джордан Вора, третий Кендрик Нан, четвертый Ти Джей МакКоннелл, пятый Заза Почули. Тебе придется перечислить? Что все молчат? Да. Данкан Робинсон первый, Джордан Вора второй, Кендрик Нан третий, Ти Джей МакКоннелл четвертый. И показывай сразу свою варианту. Прям пиши, показывай всем и озвучиваю его. А почему мы не можем показывать пальцами, если это четыре варианта? Ну да, к целому. Я циферки выбираю, я два. По-моему, Нвора там где-то в первом раунде уходил. Нвора выбирал, да, да. С сорок седьмым, сорок с штым. Леха, а ты как ответил? Нвора, Нвора. У меня все пять правильно пока. Да. Получается, у нас пять-третий. Не были сомнения по МакКоннеллу, мне казалось, что он выбирался тоже, но ладно. Не, МакКоннелл не задрафтованный, я тоже удивился. То есть, в целом, байт был на МакКоннелле. Так, у нас доп раунд, и вам сейчас нужно будет написать фамилию игрока. Готовы? Наибольшее количество сыгранных минут в среднем за игру среди, остаемся в этой же теме, незадрафтованных игроков в прошлом сезоне. У меня пока пусто. Если пусто, давайте 3-2-1. Если, ну, Илюх, есть какой-то вариант? Ну, выберем. Не, ну, если честно, я же ничего не написал, поэтому нет. Окей, Серега? Диджей МакКоннелл? Пу, блин. Это все равно лучше, чем ничего. Леха, Леха, ты знаешь? Ну, нет, я даже не думал, честно говоря. Ну, Фред Ван Блид, Фред Ван Блид, он один из самых известных, незадрафтованных. Да, и 36 минут. Второй Устин Ривз. Ну, я думаю, Устин Ривз вообще там по фрону были. Так, друзья, вопрос номер два дополнительный. Какая команда в этом сезоне имеет второй худший рекорд в лиге? Три, два, один. Раскрывайтесь. Так, Серега, озвучивай свой вариант. Детройт. Детройт. Правильному ответу, соответственно, идет на второй спот. Уже вопрос не про НБА, про около НБА. Три, два, один. Показывайте варианты аудитории. Серега, озвучивай свой. Две тысячи пятьсот один, я написал. Две тысячи пятьсот один, отлично, принимается. Серега. Пять пятьсот. Сколько? Пять пятьсот. Ну, тут вообще без шансов, на самом деле, закрывает Илью Скороходову. Он думает, что это Скорборд, наверное, да, какой-то канал. Шесть шестьсот восемь. Да, шесть шестьсот восемь, правильный ответ. Пять пятьсот там, я думаю, что вообще... Я свои левиты обозначил. Я даже больше того скажу, на умейл просто две пятьсот было перед баном, поэтому, да. Даже у меня тысяча постов. Две пятьсот постов? На умейл, да. Самый регулярно публикующийся. Он в бане догонит. Ну что ж, друзья. Мы очень долго проводили этот первый раунд, за что я... Должны извиняться вообще-то они, но извиняюсь, ладно, я. Первым будет выбирать у нас Алексей Лугунов, вторым Сергей Хомяков и третьим Илья Скороходов. Ну и, соответственно, сейчас ребятам зашлю темы, которые они будут постепенно выбирать. Да. Ой, бля... Ну не ой, бля, а так нормально, чё? Ну что ж, друзья, начинает второй раунд. Вашему экрану представляются девять тем, соответственно, микс из баскетбольных вопросов и вопросов на общие знания. Первым у нас будет выбирать Алексей Лугунов. Тут будет небольшая поправочка, что в каждой категории двенадцать вопросов. Соответственно, мы сейчас делаем минута двадцать на их решение, потому что я не идти на Канделаки, как оказалось. Есть определенные проблемы с дикцией, вот. Поэтому максимальное количество баллов за каждую категорию двенадцать. Это если кто-то прям совсем уничтожит все понятия. Ну и минута двадцать дается на ответ. У вас будет три круга, соответственно, вы суммарно набираете очки. Вот они уже как раз-таки идут в финальный зачет, после которого вы там выйдете в финал или не выйдете, будет уже определено. Итак, давай, Лех, выбирай первый. Так, среди тематики выбрать надо... Да давай столице начнем, я географию... Ну нет, возьми другое, нет. Столица, окей, минута двадцать. Твое время начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Столица Дании. Копенгаген. Куба. Куба. Сан-Хуан. Куба, Куба Либра. Не помню. Албания. Тирана. Болгария. София. Эфиопия. Эфиопия. Эритрея. Индонезия. Там неправильно было. Джакарта. Правильно. Турция. Стамбул. Анкара. Анкара, правильно. Сирия. Дамаск. Правильно. Винуссела. Винуссуэла, Каракас. Правильно. Малайзия. Пас. Не помню. Ямайка. 27 секунд у тебя спокойно там. Ямайка. Ямайка. Кингстон. Правильно. И последняя Ангола. Ангола. Ну, может, не спеши. Можешь не спешить. Сейчас, сейчас скажу. Ангола. Ла. Лапу. Лапу. Ла-ла-ла. Да, блин. Сейчас скажу. Ангола. Не, ладно. Уже можешь поспешить. А что с Турцией? Второй вариант. Может, не будем засчитывать? Три, два. Не так очень легко. Ангола. 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 Пускай будет Ангола в... Все, я засчитываю тебе неправильно. Ла-ла-ла. Неправильный ответ? Луанда. Луанда. Правильный ответ. Луанда. Луанда. Луанда, да. Не, ну, справедливости ради, Леха нормально. Ну, больше половины. Кремко. И половину я, кстати, африканские, азиатские страны я не знал. Некоторые. Восемь правильных ответов. Это хороший результат, кстати. Вчера Матвей 7 набрал, по-моему, в географии. Но там были вопросы легче. Так что идем дальше. И следующий у нас выбирает Сергей Хомяков. И с тем, что тебе больше всего понравилось. Что тебе понравилось? Ну, мне больше всего понравились столицы. Я их очень хорошо знаю. Но из-за того, что осталось, пусть будет чемпион НБА. Естественно, на НБА у нас немножко повышенный градус будет, но... Но твоя минута 20, уже не минута, кстати, начинается прямо сейчас. В 2007 год. Чемпион. План понял. Правильно. В 21 веке этот MVP финалов набирал наименьшее количество очков за финальную серию. Кто это? MVP финалов наименьшее количество очков. За игру. Тони Паркер. Неправильно. В истории этой франшизы всего два титула, зато два подряд. Хьюстон Рокетс. Правильно. Несмотря на легендарный статус качества игрока, он завел лишь один титул, 9 раз выходил в финал НБА, но компенсировал это уже как управленец. Легенда. Джерри Вест. Правильно. MVP финалов НБА 2004 года. Ченси Биллопс. Правильно. Самый молодой MVP в истории финалов НБА. Финалов 20 лет было. Ну или пропускай. 20 лет? А, тогда понял, все, я понял. Данкан. Неправильно. Назовите счет финальной серии 2021 года и кто ее выиграл. Мелогия. Счет. 4...2. Правильно. Сколько титулов выиграл Джавейл Маги? Ух ты. Время у тебя будет сейчас. 3. Правильно. Этот номер 2 трижды становился чемпионом НБА. Последний раз работал в Хьюстоне, главный в 2015 году. Кто это? Последний у тебя вопрос, можешь подумать. Еще раз давай хочешь ее зачитаю. Этот номер 32 трижды становился чемпионом НБА. Кевин Макхейл. Кевин Макхейл, да, все правильно. Мы чуть-чуть не дожали, но у тебя в итоге вполне все, кстати, нормально. Сколько? Я не все, кстати, 12 успел, да? Нет, у тебя еще оставалось несколько вопросов. Ай, сам болтой MVP, это же Magic, е-моё. Magic Magic Johnson, да. Мэджик, она все остальное, я так понимаю, ты и правильно и ответил, собственно. Ну-ка, дай-ка. Да, да. Нет, что-то он не отвечал. А, подожди, нет, Тони Паркер, какой-то Тони Паркер. Удало, конечно. Ну, я как раз-таки вопрос про мэджик. Второй кава, второй кава. А, меньше всех очков, точно. Илья Скороходов, ты давай заканчиваем первый круг. Выбирай тему, которая тебе по душе. Да, я беру историю, литературу. Просто потому что... Потому что ее могут взять. Но это мой вариант. Более-менее. Отлично. Твоя минут 20 начинается прямо сейчас. Как звали возлюбленную Евгения Онегина? Пас. Героем произведения какого автора является Печорин? Автора надо назвать. Александр Сергеевич Пушкин. Неправильно. В каком веке Колумб открыл Америку? 16-й. 15-й. Что такое Блицкрик? Операция. План операции Великой Отечественной войны. Не-не-не. Я тебя защиту, ладно. О гибели какого поэта Лермонтов создал стихотворение и гибель поэта? Пушкин. Правильно. Сколько томов было выпущено произведение Мертвые Души? Два. Неправильно. Через какую реку проходил торговый путь из Варяг в Греки? Реку надо назвать. Время... Я понял. Вот вопрос. Если что, пропускай. Пас. Да, дальше. На какие города США сбросили атомные бомбы? Два города. Хиросима Нагасаки. Главный герой рассказа Муму? Корова. Собачка. Так, у тебя будет два вопроса, потому что я засмеялся. Давай, давай, работай. Давай, два вопроса, только ответь, пожалуйста, относительно быстро. Чем прославился Алексей Леонов? Пас. И давай, последний вопрос. Кто написал произведение Великий Гэтсби? Вот на него можешь уже в целом не спешить. Я не читал за рубежку, ну... Один из самых известных такой прям. Он еще писал там... Ну, у него просто Ночь нежная, я помню. Ну, короче, у него там дофига всего. Над пропастью вооружения он писал? Не-не-не. Ты вообще не читал? Хочешь, ты подскажу, какой он еще роман, потому что прям по нему хиты снимали. Да я даже не смотрел, типа, ну, я не читал, он не смотрел Великий Гэтсби. Так, он еще... Да нет, давай, дожди. А, да, над пропастью вооружения он же написал, ты че? Над пропастью вооружения он же написал, ты че? Ну, окей, правильно ответил Физжеральд. Да, ну... Фрэнсис Котт Физжеральд, да. Ну, я понял. Три правильных ответа. Илия Скороходов? Работаем, друзья. И у нас по итогам первого раунда 8-6-3. Все, пока в таком же мы идем, собственно говоря, порядке. Леха, начинай второй раунд. Тема, которая тебе больше приглянулась. Блин, футбол очень соблазнительно выглядит. Но это первый раунд попроще уже, да, поэтому надо выбрать, наверное, что-то... Давай возьмем... Давай возьмем угадать баскетболиста команду. Угадай баскетболиста или команду там прям? Да, да. Окей. Твоя минут 20 начинается прямо сейчас. Назовите хотя бы одного канадского игрока, который был в ростере Бостона в этом сезоне. Ошей Брисет. Правильно. Владельцем какой франшизы является Тони Рестлер? Тони Рестлер? WWE. Неправильно. Назовите ГМА, ГСВ. Этот. Господи, Шон Маркс. Неправильно. МАП сезона 22-23. МАП сезон 22-23. МАП? Да. Самопрогрессирующий, это был пас, я не помню. Медленнее отвечаешь. Последний новичок года, выбранный на драфте во втором раунде. Рой. МАЛКОЛИН ФРОГДОН. Правильно. Назовите двух игроков, которые брали награду лучшего шестого более двух раз. То есть три и больше. Лу Уильямс. И? Джо Мал Крофорд. Правильно. Кто провел наибольшее количество матчей в истории Портландо? Ламаркус Солдрин. Неправильно. Лучший рекорд побед и поражений среди команд в истории Лиги? В истории с Анатонием Спёрстом. Да, с Анатонием Спёрстом. Назовите лидера по количеству сыгранных матчей в плей-офф без титула. Нового. Лидера. А, нового лидера? Господи, я думаю, Эл Ход. Ну и давай, последний вопрос. Последний вопрос, можешь не спешить. По количеству матчей... Давайте, я тебе ещё раз зачитаю вопрос. Назовите лидера по количеству сыгранных матчей в плей-офф в истории НБ без титула. Твой ответ. С сыгранных матчей. Юсуф Нуртич, да? Теперь из Алла Хорфорда. Не-не-не, это процент побед. Поражений там было на Дим Рофле, пост был, я его вспомнил. Эл Хорфорд был, а теперь стал кто-то другой. Кто стал? Джимми Батлер. Неправильно. Порайл на ответ Карл Малон, он такой прям на поверхности. Соответственно, сейчас будет небольшой шанс у Сергея Хомякова вернуться в игру. Какая тема тебе? Бери биологию, Серёг. Позволь спросить. О, да, возьми биологию, пожалуйста. Нет, ненавижу. Единственный предмет, с которым у меня были проблемы, это как раз биология. Ладно, всё, несу, беру обмен НБА, пофиг. Обмен НБА, да. Но я не буду тебе говорить, ты что, хочешь мне там уровень сложности, чтобы я тебе сказал? Я думаю, что да, ты там очень сложный сделал. Ну, посмотрим. Ну, кстати, обмен НБА, мне кажется, вот один из баскетбольных, самая простая тема. Я так думаю. Ну и твоя минута 20 начинается прямо сейчас. В результате недавнего обмена Дэни Авде стал игроком какой команды? Нет, вот это невидимый скид. В 2007-м состоялся легендарный обмен с участием кого-то, который привёл к титулу. О ком речь? Кевина Гарнета. Правильно, в 96-м году его обменяли на Влада Диватса. О ком речь? Так. Пропускай, если... Не помню, да. Назовите хотя бы двух игроков, которые оказались в Оклахоме в результате обмена Пола Джорджа. Можно с драфтом. Нормально, потом. Шагелжес Александр и Джейдап. Всё правильно. Кто уехал в Торонто вместе с Каваем в результате обмена на Демара Дерозена? В Торонто. Газоль? Нет. Назовите хотя бы одного главного тренера, который пришёл на должность в результате трейда. Одного. Его обменяли. Док Ливерс. Правильно. Кто из 10 игроков NBA имеет право вето на обмен? Одного. С кем? Кто пришёл в чемпионскую команду в результате трейда в 2004 году? По ходу сезона. Без него титула не было бы. Волос, волос. Рашид. Правильно. В результате трейда с какой команды Бостон Селси получили выборы Тейтема и Брауна? Бруклин. Да. Ну и последний тогда у тебя сейчас будет вопрос. Давай по порядку просто. Блин, ну я ладно, я тебе немножко подскажу просто. Потому что там просто обмен Дежонто. Поэтому давай следующий. Вот, нормальный. Не, а он, кстати, тяжёлый. Вы, кстати, так не смеетесь. Он нормальный вопрос. Этот игрок был в 60-м на драфте NBA 11-го года. Он специально под последний. Этот игрок был в 60-м на драфте NBA 11-го года. А спустя 6 лет в статусе 5-го названия MVP неожиданно уйдёт другую команду в сделке по этому игроку. Назовите игрока, в сделке по которому этого человека обменяли. А, ну это из-за этого сделки по карьерингу. Всё, правильно. Да. Давай заканчиваем второй круг. Илюха. Да, мне надо работать. Ну, тебя биология уже будет. Можешь сейчас хоть её выбрать, я думаю. Да, да я биология просто в ГГ будет. Никогда я не учу. Давай я возьму футбол, чтобы Лёха выбрал. Либо историю Балиб рандомной. Я не... Футбол, кстати, я могу сказать. Не, подожди, футбол, я могу тебе сказать. Вот там можно прям просто куш срывать тебе. Потому что специальная тема, где было всё очень легко. Довольно. Да. Да. Так что я тебя поздравляю. И твоя минута 20. Я тебе желаю, конечно, удачи. Ну, понимаешь, что некоторые пропуски будут. Да, я понимаю, что там по некоторым беденспорту нет. Но тем не менее. Твоя минута 20 начинается прямо сейчас. К какому клубу присвоили прозвище Молотобойцы? Вестхен. В коллаборации с какой фирмой Наполе представили домашнюю форму в прошлом сезоне? Известная. Бренд. Я понимаю. Топовый прям. Пропускай, если что. Я понял. Да, пропуск. Какая команда выиграла наибольший качество титулов в МЛС? В МЛС? Да. Может, на угол. В Лос-Анджелес Галкси. Правильно. Самый дорогой трансфер в истории футбола без учёта инфляции? Сейчас? Нет. Самый дорогой трансфер. А, без учёта инфляции? Да, да, да. Ну, и Марковской. Правильно. Какой последний игрок получал золотой мяч, выступая за команду серии А? Кака. Правильно. Лучший бомбардир Лиги 1 в прошлом сезоне? Тюрам. Лучший бомбардир в истории РПЛ? АПЛ? Да. РПЛ. РПЛ. Что такое РПЛ? РПЛ. Лучший бомбардир в истории... А, РПЛ? Александр Пиржаков. Нет, Дзюба. Какой немецкий вратарь получил красную карточку в финале Лиги Чемпионов 2006 года? В 2006 году? Мне тогда было 5, поэтому пас. Ну и давай тогда последний вопрос. Это был Йенс Лемон. А последний вопрос будет... Допустим, я выберу лучший бомбардир в истории Челси. Фрэнк Лэмпорт. Правильно. Осталось три темы. Лёх, выбирай. Биология, получается. Рандомные вопросы, да, остались. И... И история. И история. NBA. Блин, я бы выбрал историю NBA, но я бы что-то, мне кажется, вообще сильно в ней просяду. А вот рандомные, это даже любопытно. Ну, биология понятная, Илюха там принимает её. Да я тут уже энциклопедию открываю, чтобы быстро выучить что-то. С другой стороны, видишь, если я обделаюсь хотя бы на Историю NBA, Серёге рандомных может попасть сейчас сильно плохо. В Историю NBA Серёга вроде как там со своих выпусков вылетел. Давай пойдём, давай пойдём в этот, в рандомный вопрос. То есть ты не стал вставлять пальцы, эти, палки в колёса, да, Сергея? Ну да, чё-то да, пускай Серёга попал дальше дальше. Да, отлично. Особенно, когда у меня косарь на Серёгу стоит. Потрясающе. Ну и твоя минута 20 начинается прямо сейчас. Третий самый крупный город России по населению. По населению, по площади чё? Населению. Новосибирск, правильно. Денежная единица Индии. Рубия. Да. Сколько будет 3 плюс 3 умножить на 3? 12. Какая известная личность купила Pixar у студии Джорджа Лукаса 80-х? Какая студия? Какая личность купила Pixar у студии Джорджа Лукаса? Pixar. Он был основателем Pixar, владельцем. Очень известный. Майкл Пиксар. Какому автоконцерну принадлежит Ауди? Ауди. Вольцваген. В каком году Ельцин ушёл в отставку? В... 98-й. Неправильно. Как переводится Gomo sapiens? Gomo — человек прямоходящий. Неправильно. Сколько титулов у Лейкерс? Всё, всё. Сколько титулов? 17. Правильно. Бог Рома и войны в славянской мифологии. Зепс. Как звали няню Пушкина? Арина Родионова. Правильно. Кто сейчас владеет Твиттером? Илон Макс. Ну и последний вопрос. Первая ракетка мира у женщин в теннисе. И откуда... Я в Шарапова. Шарапова, отвечай, точно сработает, Лёв. Да, Машка, Машка. Но это неправильно. Подожди, подожди, я сейчас скажу. Нет, давай, у тебя 5 секунд. 4. Я понял. 3. Я любим Былдона играла. 2. Панченчик. Да, да, Панченчик. Как её зовут? Не, не, не могу тебя зачитать сегодня. Это Игорь Швентак, но да. Ну, ты был близок. Нет, я тебе не знаю. А на сколько? Я правильно понял? По-моему. Ну, ты про Крэдчиков говорил, да. Ну, Крэдчиков... А, Крэдчиков там играла вообще. 7 правильных ответов. Ну, это вообще достойно. Это была такая тема на лайт, типа. Ну, да. Ну, типа ты во все темы просто... Я бы на истории литературы, я бы больше ответил точно вот на этой теме. Окей. Ну что, что, у тебя биология, биология и история? Я думаю, что я знаю, что ты выберешь. Ну, история НБА, конечно. Что там... Удивительно. Да, да. Удивительно. На биологию зря интересно. Там, правда, хардкор. Очень. Да, да. Ты же говорил, ты чинки есть? Ты что, не хотел, что ли? Нет, там не будет чин-то. Так, ну что, погнали. Минута 20 начинается прямо сейчас. С какой лигой произошло обвинение в 76-м году? АБА. Кто был тренером Бостона в период, когда они выиграли 8 титулов подряд? Ред Ауэрбах. Правильно. Какая команда несколько раз выходила в финал НБА и ни разу там не проигрывали? Чикаго Булз. Правильно. Назовите первого главного тренера Леггис после окончательного ухода Фила Джексона. Брайан Шоу. А, нет, Майк Дентони. Неправильно, не то, не то. Имя бывшего комиссионера НБА? Дэвид Стерн. Единственный иностранец, который провел в Лиге больше 20 сезонов? Ману Джу Нобили. Этот рефери отсудил наибольшее количество матчей в НБА в истории? Кроуфорд. Назовите хотя бы двух игроков с четырьмя титулами ДПО в истории Лиги. Дикемби Мутомба и Вэн Воллс. И Руди Габер. Сколько раз Грэг Попович выигрывал награду тренер года? Один. Три. Какой один. Самый молодой МВП в истории? Дэри Гроз. Правильно. И последний вопрос. Ты, соответственно, там с запасом, поэтому я позволил себе. Какой игрок сделал 30 передач за игру в 90-м году? Скотт Скайлз. Лаунда. Да, Скотт Скайлз. Хорошо. Все правильно. 7 правильных ответов у тебя получается. С Лехой вровень? Ну, да, кстати, вы вровень реально идете. Ну и соответственно. Илюх, какая тема тебе по душе прям? Вообще ноль из тех, чтобы... Биология, что ты будешь знать в следующем раз. Да, биология и... Это, знаете, такой докторский цикл. Ну, там можно угадать что-то. Давай. Начинается прямо сейчас. Как называется наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания? Скип. Пас? Какого цвета у моллесков кровь? Белая. Самая большая вена в вашем теле? И в моем. Что-что? Самая большая вена в вашем теле? Вена. Да-не, я право точнее. Ваша. И в моем. Пас? Вена на чьи? Пас, конечно. Название какого растения связано со звоном? Колокольчик. Правильно. Где начинается усваиваться глюкоза? Легкий вопрос. Первое, что приходит на ум. Где? Что? Начинает усваиваться глюкоза. Пас, я вообще не понял. Вопросы. Что такое? Это сок серибонуклеиновая кислота. Пас? Какая птица носит фамилию. Бля, я очень хуево ведущий. Я плохой мальчик? Какая птица носит фамилию знаменитого русского писателя? Правильный ответ. Гоголь. Хусь. Давай, 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 давай два вопроса. Я просто потому что я смеялся, я извиняюсь. Сколько пар хромосом у человека? Нормально, можно ответить. 47. Типа 94. И давай, последний вопрос. Раздел биологии, который изучает растения. Ну. Ну, и как знаешь, там типа умник такой в классе есть. Ботаников. Ботаника, да, все верно. Так, ну давай быстренько. А что было про глюкозу? Я не понял. Ну, она вот начинает усваиваться во рту, грубо говоря. Ты типа сахар съел, ты же это полегчало. Ты же спросил. Где начинает? Нет, я просто вообще опробу не понял в целом. Где начинает усваиваться глюкоза в организме? Я не знаю. Да, но слово организм не было просто. Ну, она как, как она обустраивается в окружающем мире, там, в компании, как себя ведет, там, типа, пьет, не пьет, там. Нет, ты спросил, где начинают усваиваться глюкоза, и все, типа. Ну, нет, этот вопрос, кстати, я взял из теста ЕГЭ. Ну, ладно, два правильных ответа. На самом деле, тема жесткая, согласен. Там еще были вопросы, я просто их не задал. Сколько мочеточников у обычного человека. И какая артерия выходит для его желудочка и сердца. Откуда начинается большое кровообращение, это орта. Ну, забейте. Вот. Окей, мы с вами перемещаемся в третий раунд. И, соответственно, там определится сильнейший. Соответственно, правила очень просты. Мы сейчас вам покажем 12 ячеек. За 9 из ними скрыты темы, которые выбрали пацаны перед началом игры. И на них уже сделаны специальные вопросы. И третья тема общего вопроса. За свою тему вы получаете 2 балла. За чужую 4 балла. Ну, а, соответственно, за тему общего вопроса вы получаете всего лишь 1 балл. У нас будет 4 круга. Сейчас ребята получат на 5 секунд буквально запомнить свои ячейки. Ну, и дальше они будут выбирать в том же порядке, который был озвучен ранее. Ну, что ж. Надеюсь, что все запомнили. И будете стилить темы оппонентов. Ну, а темы, кстати, довольно-таки интересные, да. Просто ребята про них еще до этого знали. Но, тем не менее. У Сергея Хомякова НХЛ. У Ильи Скороходова медиафутбол. А у, соответственно, Ильи Скороходова ФК Рома. У Ильи Скороходова. Я важный буду вас обыгрывать. А еще У Ильи Скороходова НХЛ. Но я думаю, да. Алиси Лугунова ФК Рома. Он болеет за волков. Вот. Окей, выбирай первый Алексей Лугунов. Ну что? Я свою выбираю. Вторую тему. Вторая тема. Уже помнил. Да. Это тема Алексея Лугунова. Назовите хоть... Назови. Я особо не буду новой. Назови одного из двух игроков действующего состава, который находится в команде дольше всего. 10 секунд. Лоуренцо Пелегрини? Правильно? И Брайан Крестант. Нет, второй Рик Карсдорп. А, ладно. Лоуренцо главный попал. Да, Лоуренцо Пелегрини, неправильный ответ. И следом идет у нас, соответственно, Сергей Хомяков. Цифру надо, да? Угу. Один? Один? Это то, что тема твоя. Я так понимаю, у вас очень напряженно. У тебя, кстати, довольно тяжелый вопрос, мне кажется. Но тем не менее. Кто из игроков является лидером НХЛ по количеству сыгранных матчей? Сыгранных матчей Патрик Марло. Да, да. Ну и, соответственно, Илья Скроходов. Твоя тема? Открыв со своей. М-м-м, 6. 6? Да, все верно. Твоя тема. Какая команда выиграла первый МКС? ФК Рома. Да, это, кстати, была такая отсылка, было смешно, если бы Леха забрал и не ответил. Да. ФК Рома. Да, Больского запоминаешь, там, здесь всю историю. Так, давай, Леха. Пятая. Пятая тоже тема твоя, конечно же. И вопрос такой интересный. Самая дорогая продажа в истории клуба? Дорогая продажа, Алисон Беккер. Да, 62,5 миллиона, легкий, легкий. Пока очень легко. Когда же ты ошибешься-то уже? Давай, Сергей, как бы ты сейчас не ошибся просто. Ну, цифра 3. 3 тоже твоя тема, вы прям нормально запоминаете. И что-то, какой-то у вас джентльменский договор, да? Как-то, Риббентрова. Лидер по количеству голов в отдельно взятом сезоне, включая плей-офф. С плей-офф? В последнем году, в смысле, что-то? Нет, лидер по количеству... Почему? Это какой-то сложный должен быть вопрос? Не, не должен. Не должен быть. А что-то должен проще? Лидер по количеству голов в отдельно взятом сезоне в истории лиги, включая плей-офф. А, все, понял. Ну, это легко. Там вообще вариантов-то не особо. Ну, Вейн-Грецкий? Да, Вейн-Грецкий 100 набрал. А, я думал, тут какой-то подвох жесткий. Мужики, ладно, я тут в помойке копаюсь. Но то, что вы на свои вопросы отвечаете до сих пор, для меня вообще удивительно. Главное, словно надо стрелять куда-то. Давай, Илюха. Четыре. А мне кажется, я не могу рисковать. Четыре? Тоже твое. Как называется испанский медиафутбольный турнир? Охереть. Я вообще ни одного в этом не смотрел. Ты что шуришь? Ну, это очень известно, как бы. Сурри. Лига Эндеса, скажи. Матч, изгрузись. Ой, мучис грасио. Ссорри. Плохая. Ну, что? Хорошая была. Да... Ну, давай, давай, так напомню. Испания, это что такое? Страна. А вот это артизия. Чуть по-другому так. Более так. Волшебно. Исна де муэрте. Ладно, ну что, я просто не смотрел. Испанство, это испанское королевство уже, да? Kings League. А, ну я просто не смотрел ни одного матча оттуда. Я понял, да. Не, я тоже не смотрел, кстати, но я знаю, что это Kings League. Это я так даже. Окей. Окей. Ну что, посмотрим. Алексей, будешь ли ты рисковать? Или все-таки как Джимми Баттер? Можно вопрос? У нас остается по одному пику или потом еще будет? Не, у вас еще два раунда, да. То есть вы, скорее всего, вообще вопросы потом летите. Мне кажется, я оставлю шанс облажаться на потом, потому что два раунда впереди рисковать незачем. Плюс. Хотя, Серега так хорошо идет, да? Я вот его номер не запомнил. Так бы было рисковать сейчас. Скажи, серая, если выбирать ячейку, то... Один балл. За серую? Да. А за свою? Два. Так, тогда десятый. Так я не вижу смысла вообще, как это серую. Да, чужую, когда пикаешь четыре. Вот в этом заключается. Десятый? Десятый. Самый дорогой трансфер истории футбольного клуба Ромы оказался довольно-таки провальным. Который они приобрели... Самый дорогой трансфер истории футбольного клуба Рома оказался провальным. О ком речь? Я знаю, Патрик Шик. Патрик Шик. Все правильно, да? Плюс два балла, и... Дальше все идет к Сергею Хомякову, который, возможно, кстати, посмотрим. Сейчас может... Вот сейчас, если не отвечает, то как бы ГГ. В такой момент, если я ошибусь, то там будет тоже просто ГГ. Да у него вопросы там, господи. Не, ну, если потом Илья Скороходов там условно решит мне выбирать свою тему, вот так вот, то есть это только в таком случае. Ну, или вот... Взять... Попробовать тему Илюхи. Ну, если ты знаешь ее. Я, кроме тебя, футбол немного знаю. Если там вопрос типа легкий... Вот Рома я знал. Не, мужик, ты что, меня качаешься, чтобы я тебе сказал, бери-не бери, что ли, давай. Я просто... Я не запомнил одной вашей цифры, я запомнил нейтралку и свою только, поэтому... Ладно, давай, возьму свою... Одиннадцать. Одиннадцать. Тема общей вопроса. Такого не должно быть, по-моему, там одиннадцать. Нет, такого нет, это шутка, шутка такая. Он так фотку посмотрел, так... Ну, нет, это шутка, конечно. Давай, лидер по количеству забитых шайб в дебютном сезоне НХЛ. Отличился 7-6 раз в регулярном сезоне и 6 плей-офф. А, в дебютном сезоне над этим усилением. А ты ответил? Я думаю, тяжелый вопрос просто очень. Он просто после этого вот столько не забивал, я даже посмотрел. Да, да, да. Ну, тут у нас, да, у нас последний вопрос. Принадлежит Илье, он, наверное, его выберет. Либо, опять же, в тему общие вопросы стрелять. Да, я даю... Гэмбл, давай, может, дашь, может, даже Гэмбл, пацанам? 12-й беру. Какой? 12-й. 12-й ячейка, общие вопросы, и этот общий вопрос будет посвящен Гарри Поттеру. Я знаю, даже, по-моему, Илюха шарится Гарри Поттера, нормально так. Какая кличка была у крестного Гарри Поттера в школе? Сириус Блэк. Кличка? Красный Отец. Кличка? Марио Пизо. Майкл, Майкл. Че, Майкл? Это типа Godfather, это такая шутка-то. А, Гути. Майкл Королеван. Майк, Майкл Пиксар. Бродяга. Бродяга, да. И давай, темы. У нас последний раунд, решающий. Если ты сейчас уберешь тему медиафутбола и отвечаешь, Лех, ты выиграл. Ты помнишь? Я, кстати, не помню. А какие цифры остались вообще? Остались цифры? Во-первых, я не знаю. Да, цифры какие остались, я потому что не запоминал, кроме своих, и одной серой. Остались цифры, если я не ошибаюсь, 9, 8 и 7. То есть одна из них, я точно знаю, что 9 это общая тема, а я ее запомнил. А, вот 8-7, какая из них медиафутбол, да? Ну, ты должен прям понять, типа, для себя, да, то есть, я возьму тему, кстати, ты, Гарри Поттер, же не сильно шаришь, да, чтобы просто не подставлять, я тебе возьму из другой. Да, нет, почему? Нет, в смысле. А, ну давайте, у всех будет Гарри Поттер. Верс, одинаковые условия. Да, да. Девятую тему давай. Одинаковые условия, да. Девятая, это, кстати, тема общей вопроса, и я тогда тебе зачитываю вопроса. Застал, что ли? Ты знаешь, что это точно будут вопросы? Застал. Ну, я тебя только забыл. Давай, я зачитаю вопрос, просто по порядку. Любимый предмет Невилла Долгопупса. Ну. Слово названия предмета я забыл уже. Ну, не, оно такое, я, давайте я немножко подскажу, да, ну, теплее. Но он легкий вопрос, в целом. Да не надо подсказывать ему. Ну, то есть, там не что-то, там не магические слова, давай вот так я просто скажу, не магические слова. То есть, такое в целом, я думаю, даже. Там не вот это, ахалай-махалай. Да. Не, я точно помню, что у Георевиона было зелеварение, любимое. Помню, что была у них еще ботаника, где они вот этих скрипучих, дизжавших растений вытаскивали. Ну, у нас будет засчитать точный ответ, Антон. Да, понятно. И, погоди, какие-то предметы-то были? Биология, какой Илюхи, что ли? Подожди. Это все, вот ты сам все. Любимый предмет Невилла Долгопупса. Я пытаюсь Невилла Долгопупса, вспомните, что он любил. Он любил, он давал карту, нет, карту мародеров нет. Короче, давай будет. Давай. Давай это будет, пускай это будет, ну, как-то аналог, что ли, я не знаю, как слово назвать, но пускай это будет, типа, ботаника растения вот стоит. Надо точно. Это же из фильма. Не, надо точно. Магия. Надо точно. Магия. Магия. Это хороший ответ. Магия. Магия Республики Башкортостан. Я, блядь, не знаю предметов в Гарри Поттере. Все, ну с кем, все. Давай, 321. Давай, 321. Этот предмет, этот предмет, история... Игрушек. Магия. История магии. Нет, любимый предмет Невилла Долгопупса, травология. Да. Я пытался ботанику спорить, а если бы я сказал ботаникой, считалось бы? Я вот, я начал, я начал очень сильно переживать. А травология, типа, правильный ответ или ботанику пришлось бы... А, да, травология. Травология, травология, это правильно. Травология прям предмет такой, да? Ну, все. Ну, я просто, типа, не хотел там... Да, у нас осталось две ячейки. Так, и там... Какие цифры? Ну, я так понял, 8 и 7. И там либо медиафутбол, либо общие вопросы. Тебе же любой нужен теперь ответ. Вот на предыдущие два вопроса по Гарри Поттеру я знал. Если вдруг здесь я буду... А, ты знал оба ответа? Да. А, травология, протяга. Ну, будет обидно, если здесь я буду не знать, еще бы не попасть на медиафутбол, потому что там, скорее всего, точно буду не знать. Ну, пофиг. Ну, давай 8. 8 — это категория общей вопроса. Как он... Как он... Так. Ну, я просто по порядку, просто. Мне уже четвертый вопрос даже прислали. Какое общество создал Гарри Поттер со своими друзьями с целью борьбы с лордом Волан-де-Мортом в книге Орден Феникса? Я прям полностью буду принимать ответ. Отряд Дамблдора. Да, это правильно. Отряд Дамблдора. Да. Ну, это бы я ответил даже. Нужен был вопрос про специальное общество по защите эльфов. Говне, как он там назывался. Ну, давай просто добьем, ради приличия просто добьем последний твой вопрос. Я его зачитаю. И даже интересно, как вот кто-то ответил бы или нет. Кто проиграл в финале первого сезона МФЛ? Давай, Илюх, ответь, а все остальные скажут. Бейсмен. Бейсмен, да. Со счетом 0,4. Да, бейсмен, да. Вы знали, да? Это же тот, когда Маска, да, там гол через себя, кутуз забил, да? Не, мне просто было интересно даже, сможете ли вы ответить, потому что, типа, вот это самый легкий вообще вопрос по факту. То есть, бейсмен и так далее. Ну, кстати, мы же тогда в Сочи были. Друзья, все, кто болел за меня, не отчаивайтесь. Будем развиваться вместе. Косарь проиграл из-за тебя, да, это я знаю, да. А так... А я, кстати, выиграл, кстати, да. Поэтому, друзья, огромное спасибо. Поставьте лайк, поддержку Лехи Лагунова, который, мне кажется, должен был, возможно, даже выигрывать, да? Вот, если бы там чуть повезло с вопросами по Гарри Поттеру. Вот, так что такое бывает. Не, ну, я не знаю, отряд Дамблдора по мне тоже легкий вопрос, я честно скажу. Не, я бы не ответил, я бы не ответил, но это я слышал от рвологии, я вообще не слышал, ну, то есть, как бы, это что такое. Вот, так что, друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм-канал пацанов. Телеги будут указаны в комментариях. Будем рады, если вы какой-то напишите приветственный комментарий. Ну, и, соответственно, ждите третий выпуск. В суперфинал у нас, соответственно, улетает уже Матвей Юткин и следом Сергей Хомяков. Будем ждать следующий, возможно, кстати, там буду и я. Да, такая тоже есть вероятность. Так что все, до скорых встреч, пацаны. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok